Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Каким они видят будущее нашей страны и своё место в нём? Узнавала Альбина Ламкова. Радмир Хожи, выпускник 5-й гимназии Черкеска, мечтает стать учёным и разрабатывать новые технологии. Физика – любимый предмет. Молодой человек верит, что его знания помогут ему сделать мир лучше. Физика – это всё то, что нас окружает, все действия, которые происходят. И это очень сложно, но из-за этого же очень интересная наука одновременно. Я хочу в ней дальше развиваться. Хочется быть таким сильным физиком, который помогает людям, что-то разрабатывает для них. Что-то связанное с протезами, может, как-то чуть-чуть к медицине, то, что касается медицины. Планирую учиться, соответственно, в Москве. Соответственно, все пять вузов туда поданы, документы, жду ответа. Радмир планирует разрабатывать протезы. Он уверен, что в будущем поможет многим людям, которые нуждаются в них, и сделает мир более инклюзивным и доступным для всех. Узнав о встрече выпускников республики с председателем правительства Карачаева Черкесии Муратом Аргуновым, решил обязательно принять участие. Это была возможность пообщаться с руководством правительства республики и узнать о перспективах развития региона. Все на встрече проявили глубокую заинтересованность в будущем образовании, готовы были делиться своими идеями и предложениями. Один из них – Марат Джукаев. Результаты ЕГЭ, ожидаемый, потратил много времени и подготовки к ним. В итоге получил высший балл по химии. Это было подтверждением его труда и усилий. Но самое главное – это открыло перед ним новые возможности. В первую очередь хочу, конечно, отметить за свои сослуги, так сказать, своих учителей, мою школьную учительницу. Под конец, где-то, второй полугодие 11 класса, я начал усердно заниматься, уделять тому же чуть ли не 15 часов в неделю химии. Я был бы очень рад связать свою жизнь с медициной. С медициной все-таки… Почему медицина? Медицина, в первую очередь, я хотел бы помогать людям. Так вот, такой простой банальный ответ. Председатель правительства республики Мурат Аргунов поздравил всех ребят и их родителей с блестящим завершением школы от имени главы Карчаева Черкесии. Выразил гордость за молодежью региона, за их активную позицию и пообещал рассмотреть предложенные ими инициативы. Он подчеркнул, что молодежь является ключевым ресурсом для развития страны, и их идеи и энергия могут стать движущей силой перемен. Уверенно можно сказать, что сегодня в регионе растет достойная молодежь, которая будет продолжателем дел в развитии не только Карачаева Черкесии и всей нашей страны. Я также уверенно могу сказать, что большой потенциал в саморазвитии есть у нас в республике. Реализуется и ряд крупных проектов, я чуть попозже на них остановлюсь. Но перед вами стоит еще большой выбор. Это выбор вашей дальнейшей профессии. Во время встречи молодые люди говорили не только о выборе профессии, а о важности успеха в учебе. Они обеспокоены будущим нашей страны и развитии нашего региона. В ходе беседы Мурат Аргунов рассказал выпускникам, какие возможности и перспективы открываются перед молодыми людьми. Затем министр образования и науки Республики Инна Кравченко вручила выпускникам благодарственные письма и памятные подарки. В целом, встреча стала ярким примером того, как молодые целеустремленные люди заботятся о будущем и стремятся внести свой вклад в его формирование. Их стремление к знаниям и желание сделать мир лучше служат источником вдохновения для всех. А общее фото на память стало стартом нового пути. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. В текущем году в региональной столице планируется отремонтировать 25 участков автомобильных дорог общей протяженностью 13 километров. На некоторых объектах строители уже приступили к работе. За созданием комфорта на автомобильных дорогах города Черкеска наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Улица Шершова – один из 25 участков автодорог Черкеска, где в текущем году ожидаются кардинальные перемены. Мало того, что ранее гравийная с натяжкой проезжая часть теперь будет заасфальтирована, так еще и обзаведется полноценным тротуаром. Жители близлежащих домов рады переменам, которые к ним пришли с проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А потому тоже по мере сил стараются помочь. Например, с прочисткой засыпанных землей коммуникаций. Как говорят подрядчики, при укладке дорожного полотна они учитывают требования, касающиеся в том числе высоты люков. Мы подготавливаем люки, поднимаем, подготавливаем под второй слой асфальта, чтобы все было вровень с дорогой люки, не было ни ям, ни провалов. А какие параметры должны быть? Люк должен от первого слоя на 5 сантиметров возвышаться, чтобы второй слой прошел в приитирку по краям. Первый слой на Шершова уложен. После того, как будут подготовлены все люки, начнется следующий этап. Пока же здесь наступило временное затишье, а вот на улице Московской звуки строительной техники слышны отчетливо. Ранее сюда были приглашены представители ресурсоснабжающих организаций, перед которыми стояла задача заменить коммуникации до реализации проекта. Сейчас мы находимся на улице Московской, где уже провели выравнивание грунта, после чего на данный момент сейчас стрелится первый слой асфальта, далее будут подниматься люки, ну и уже завершающий слой, завершающее покрытие. В текущем году планируется заменить в общей сложности 13 километров проезжей части, что позволит создать для автомобилистов куда больше комфорта при передвижении по улицам республиканской столицы. Артур Максим, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Сотрудники госавтоинспекции под Зеленчукскому району отметили профессиональный праздник – День образования ГИБДД. Торжество ознаменовали праздничным концертом в Доме культуры Станицы Зеленчукской и церемонии награждения самых достойных сотрудников. Подробности у Али Баташева. Поднятый верх жезл инспектора, остановка транспортного средства, беседа с водителем. Эта картина знакома всем участникам дорожного движения. От внимания часто ускользают предупрежденные правонарушения, спасенные жизни и отсутствие дорожно-транспортных происшествий вследствие профилактики. Старж службы старшего инспектора Дорожно-постовой службы Дмитрия Бутенко – два года. Данную профессию я выбрал с детства, потому что мой отец водитель по профессии, мой дед тоже водитель, поэтому с детства я был как-то связан именно с дорожным движением и с детства мне как-то хотелось повлиять на организацию безопасности дорожного движения. Работа в любую погоду имеет свои сложности. Каждый день мы взаимодействуем с разными категориями граждан, а именно с водителями. Водители бывают разные. Кто-то подобрее, кто-то наоборот негативно воспринимает нашу деятельность. Поэтому основная сложность заключается именно в общении с гражданами. Кто-то сразу признает свою вину, когда он совершает административное правонарушение, а кто-то наоборот. В этом году службе госавтоинспекции исполнилось 88 лет. В зале Дома культуры поздравляли и награждали самых достойных сотрудников правопорядка и безопасности дорожного движения. Желаю всему личному составу, ветеранам службы, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения в работе для достижения новых профессиональных высот во имя безопасности наших граждан. Охраняя общественный порядок и безопасность, рискуя жизнью, сотрудники обеспечивают защиту и спокойствие жителей и гостей нашего региона. Самое доброе пожелание виновникам торжества высказали юные инспекторы дорожного движения. Пусть дежурства будет меньше ДТП, пьяных за рулем и глупых пешеходов, планов перехват, неплановых ЧП, авралов на работе и угонов. Свой музыкальный подарок всем действующим и будущим офицерам подарил заслуженный артист Карачева-Черкесии Александр Миликаев. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставая, у лицом стучат сердца. Умело сочетая народные традиции и современность, ансамбль «Казачья воля» исполнил песни «Матушка земля» и «Любимый мой». Яркие казачьи костюмы, хореография и профессионализм творческого коллектива тронули сердца и души многих зрителей. «Любимый мой, иди, как в море ветер, Казачья кровь, да гволь твой вороной, Любимый мой, один такой на свете, Да не судьба, нам вместе мы с тобой, любимый мой». Также в концерте выступили Таулан Батчаев, Светлана Быковская, Мудалев Кипкеев и другие исполнители. Али Баташев, Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии облачность, местами кратковременная дождь и гроза. В первой половине ночи в отдельных районах сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, в горах местами плюс 7, плюс 12, днём плюс 28, плюс 33, в горах местами плюс 19, плюс 24 градуса. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днём плюс 31, плюс 33 градуса. В течение последнего времени по всей стране муссируется тема ношения никабов. Члены Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» считают, что в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и других уборов, скрывающих лицо, наносит практически вред мусульманам и несёт угрозу раздора и высказались в поддержку запрета таких уборов. Большинство исламских учёных не считают, что открытое лицо является авраатом, частью тела, который мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми. Никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Более того, даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах, говорится в заявлении центра. КЦСМК предложил исходить из принципа «не навреди и себе, и исламу, и всему обществу». Богословы призывают всех совершать благие деяния, которые мусульманская религия действительно предписывает совершать. Стаж работы в медицине 47 лет. Именно столько посвятила любимому делу заслуженный работник здравоохранения и ветеран труда Анастасия Харибова. С ней встретился Алий Баташев. Это самая такая профессия милосердия, доброта, которая всегда откликнется добротой. Окончив Кисловодское медицинское училище, Анастасия Харибова была направлена в хутор Баралкин, где работала фельдшером. Затем после замужества переехала с мужем в Хасаут Греческий. И стала акушером, помогая людям восстанавливать здоровье и вместе с врачами спасать жизни, как в случае с тяжелыми родами, в первый год работы. Кровотечение, что мы не делали, хлористые, и все, не можем остановить, вызвали в садах Абля этого врача. Приехала, помню, Кужева Ирина Муссона. Господи, мы как мыли руки тогда, я не знаю, так обработала, что восстановила кровотечение. Ручное обследование сделала и остановила кровотечение. Вот это в моей жизни была. Дай Бог, думаю, умрет женщина. С 1967 года новым местом работы Анастасии Харибовой стал медколледж Черкеска. Она стала преподавать там основы сестринского дела, щедро делясь своим опытом и знаниями с будущими медработниками среднего звена лечебных учреждений. В 1996 году ей было присуждено звание заслуженный работник здравоохранения. За долголетний добросовестный труд Анастасия Харибова была награждена медалями ветеран труда и за заслуги перед Карачаево-Черкесией. Ушла на пенсию в 2021 году, но сохраняет бодрость духа и считает профессию медработника самой благородной. Любить свою профессию, быть ответственным и придерживаться такому залогу, как говорится, делая добро. Это в его руках. Милосердие, добро. И уважать самих больных. Не так, на стороне стоять, где надо и пощупать, где надо что-то прибрать после него и оказать такую помощь. Это и самое благородное. У Анастасии Харибовой двое детей, пятеро внуков и один правнук. Они любят бабушку, которая балует их любимыми блюдами и часто рассказывает о своей жизни и любимой профессии. Кстати, один из ее внуков Константин окончил медучилище Черкеска и сейчас работает массажистом в республиканской больнице. Али Баташев, Михаил Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. В Нальчике прошли всероссийские соревнования по кикбоксингу, посвященные памяти кавалера Ордена Мужества Батыра Чабдарова. В них приняли участие свыше 500 спортсменов из 25 регионов страны. Соревнования прошли в нескольких дисциплинах. Воспитанники спортшколы номер 6 города Черкеска завоевали 13 медалей различного достоинства. Вместе с тем на турнире произошло еще одно радостное событие. После боя Ангелины Щербаковой наш боец Руслан Бахмудов на ринге сделал ей предложение руки и сердца. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Леменчица». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин